По протоколам мне нужно было уже рожать. Я первый претендент на кесарево сечение. Я вообще не знала, что так вот бывает. И отчитывали меня как маленькую девочку. Дала согласие на стимуляцию. Род – это проекция шейки матки. Ну, твою налево, что делать? Ну, остается только ждать. Привет, девчата! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я расскажу о своих родах. Если вам эта тема актуальна и интересна, то смотрите до конца. Я думаю, это видео будет небыстрым. Поэтому берите чай, берите воду и продолжайте смотреть. Приятного просмотра! Как я уже говорила в видео о моем третьем триместре, переходите по ссылочке, смотрите, если еще не смотрели. Мои роды начались в 41 неделю и 2 дня. И родила я 41 неделю и 3 дня. То есть на 42 неделе прошли мои роды. ПДР у меня стоял на 28 июля. К этому дню была спокойно готова уже рожать, в принципе, как и все. Но мне не было прям дико сложно ходить. Мне было, в принципе, нормально. Я потихонечку подходила к этой дате, немножко волновалась, как все будет проходить, когда. И не планировала уже какие-то особо большие дела. А спокойно ждала родов. Но шло время, и роды никак не наступали. И, к сожалению, в нашей стране такова тенденция, что если ты не рожаешь в 40 недель и 3 дня, ты должен госпитализироваться, и тебе будут стимулировать роды. Но я не хотела стимуляции никакой, и поэтому я до 41 недели спокойно ходила и ждала родов из дома. Но отслеживая состояние ребенка, мы делали УЗИ, УЗИ с Доплером, КТГ. И, в принципе, по анализам было ясно, что ребеночек здоров, все хорошо, можно продолжать ходить. Но мои врачи женской консультации на меня очень сильно давили, что пора уже ложиться. Они мне еще в 40 недель и пару дней, по-моему, позвонили, сказали, что я уже должна лежать была. Но я очень хотела, чтобы роды начались дома, чтобы я латентную фазу родов провела дома. Все немного пошло не так, как я планировала и не так, как я ждала. И я знаю, что очень многие роды проходят так, как не запланировала девушка-роженица. Поэтому здесь я расскажу свою историю родов. Я постараюсь делиться ей очень аккуратно, потому что я знаю, как боятся рожать, наверное, девушки, которые смотрят беременными это видео. Я постараюсь очень аккуратно рассказать о том, что со мной происходило. Это не значит, что будет происходить с вами. Из моей истории можно будет подчеркнуть некоторые уроки, которые можно применить будет к себе. И, может быть, вам это поможет, потому что, к сожалению, все видео, все рассказы, которые я слышала и видела, о родах вообще никак не совпали с моими родами и с моими ожиданиями. Я вообще не знала, что так вот бывает, как я сейчас расскажу. 41 неделю и 2 дня я приезжаю в больницу, в роддом, в который собираюсь рожать, на госпитализацию, в патологию беременности. Патологию, потому что у меня идет 42-я неделя беременности, а для наших роддомов это перехаживание. Хотя хочу заметить, что во Всемирной организации здравоохранения написано, что доношенная беременность – это беременность, длящаяся с 38 по 42 недели. То есть роды должны произойти с 38 по 42 недели, чтобы роды считались срочными, то есть роды в срок. Если роды происходят раньше, это преждевременные роды. Если роды происходят позже 42 недели, это называется пролонгированные роды. У меня были роды срочные, и написано в моей выписке, что мои роды срочные. Но меня очень сильно запугали врачи в патологии, которые вызвали меня на осмотр в этот же день, 41 день и 2 дня, это, получается, было 4 августа. В этот же день они меня вызвали в смотровой кабинет, где двое врачей меня посмотрели на кресле и сказали, что у меня дубовая, длинная, несозревшая, не готовая к родам шейка матки, что, конечно, является печальным известием на 42 неделе беременности. И ничего ждать они не будут, потому что беременность уже переношенная по их протоколам, и они будут в этот же день делать мне стимуляцию родов. Честно сказать, я, конечно, очень сильно расстроилась. После этого мне пригласили еще одного врача, мужчину, и они все трое меня посадили на кушетку, а сами встали вокруг меня и отчитывали меня как маленькую девочку о том, что я перехаживаю перед нашего ребенка, что ребенку плохо, что не факт, что ребенок родится здоровым, что я первый претендент на кесарево сечение, что я первый претендент на экстренное кесарево сечение, что меня, конечно, очень сильно выбивает из клеи, потому что моя беременность проходила прекрасно, без осложнений, ребенок лежит хорошо, то есть тенденция шла к естественному рождению, и я к этому... Я этого хотела на тот момент. Я не была готова к тому, что мне там говорят. Конечно, я очень сильно расстроилась, расплакалась и, собственно, дала согласие на стимуляцию, потому что, лежа уже в роддоме, я шла уже не со своим желанием родить самостоятельно, к сожалению, да, дождаться родов, а уже по протоколам мне нужно было уже рожать и уже родить было, нужно было давно по их протоколам. К сожалению, вот так бывает. Я не знаю, что было бы, если бы мы еще ждали, созрела бы моя шейка за это время, за еще какие-то там, да, 5 дней, до 42 недель ровно, не знаю. Я не знаю, от чего зависит созревание шейки, потому что я в видео даже о подготовке к родам, я говорила, что я готовлю и шейку матки тоже к родам всеми народными способами, которые есть, но вот, к сожалению, моя шейка матки была совершенно не готова. И я хочу сказать, что мне кажется, что в этом есть некоторая вина еще и врачей из женской консультации, но чисто просто потому, что меня не смотрели на кресле в женской консультации с июня месяца, то есть меня не смотрели весь июль и даже в 39 недель, когда меня отпускали оттуда, меня не посмотрели на кресле. Они этого почему-то очень сильно боятся уже на этом сроке. Ну, то есть я не знаю, конечно, как там все это происходит в плане по протоколам, но меня вот два месяца до родов не смотрели на кресле, мою шейку матки не смотрели. Поэтому, к сожалению, я даже не знала, что у меня такая тенденция к тому, что шейка матки вообще не готова к родам. На 4 августа в 3 часа дня мне предлагают поставить в шейку матки палочки ламинария. Это такие водоросли, которые под действием слизистой должны, по идее, разбухать и немножко приоткрывать шейку матки. Также они вырабатывают гормон простагландин, который содержится также еще в мужской сперме. Кстати говоря, мы пробовали и этот способ родоразрешения скорейшего, и хождения, и что только мы не пробовали, но ничего не срабатывало, ничего не запускалось самостоятельно. И вот эти палочки, по идее, должны вырабатывать еще и гормон простагландин, который размягчает и укорачивает шейку матки. Да, у меня было 2,5 см, и раскрытие было 1 палец. То есть к этому сроку это, конечно, ничтожно мало. В 3 часа мне ставят эти палочки и говорят полежать какое-то время, а затем можно дальше жить своей жизнью. Можно там ходить в туалет, можно купаться, можно с ними спать и так далее, сидеть. Я пришла в палату и, собственно, просто всех обзвонила, всем рассказала, расстроилась, плакала и так далее. И в 5 часов вечера у меня начал тянуть живот, как будто при менструации. То есть такие вот тянущие боли внизу живота. Ребята, как же морально тяжело все это. Сходила на КТГ, в общем, все хорошо с ребенком. Сходила на осмотр, с ребенком все хорошо, и она созревшая, но моя шейка матки не созрела, не укоротилась, не раскрылась, ничего не произошло с ней. Я не знаю, кто должен был за этим следить, но мы имеем то, что мы имеем. И сейчас меня звали в ординаторскую, чтобы сказать, что мне будут вставлять палочку в минаре для раскрытия шейки. Но я, честно говоря, не знаю, что меня дальше ждет. Если бы я могла забежать вперед и посмотреть, что будет после этой палочки, я бы хотела на это посмотреть и принять решение, но этого сделать невозможно. на самом деле я уже думаю об исходе таком, что будет кесаревсечение. Вот. Уже поплакала, расстроилась. вот. но ничего не поделаешь. Нужно что-то предпринимать по протоколу, чтобы вот этот человечек вышел в целости и в сохранности. Настроишься, готовишься, а все равно все может пойти не по плану. и роды это как раз тот процесс, когда ты начинаешь жить сейчас, принимая все говно, которое тебе может подсунуть эту жизнь и принимая и разрешая эту ситуацию как-то. Мне главное, чтобы все было хорошо с малышкой. Я все переживу потом. Все приму. Скоро встретимся с пирожочком. Все будет хорошо. Мне поставили в шейку матки палочки ламинария. Мне поставили четыре штуки. Не знаю, повествует это или нет. Где-то часа два назад поставили. До сих пор побаливает живот. Иногда схватывает. Ну, да, более похожи на как при месячных внизу живота. неприятные такие давящие тянущие боли и схватывающие вот тут кстати. сейчас схватило немножко закаменело живот. Я ужасно хочу есть. Надеюсь, это все поможет. Все раскроется. Потому что, если нет, то завтра у меня будет кесарев. Но я надеюсь, что все пойдет естественные роды. И, наверное, меня сегодня ждет жаркая ночь. Я думаю поспать перед этим. Но что-то мне не спится. Потому что больно и приятно. Тут крейкер я, который должен был есть в родах. Но мне очень хочется есть. Я их ем и пью воду. У меня идут сладкие. пока что честно говоря, я не знаю, что какие они. Наверное, это что-то схватки латентной фазы, потому что в принципе они не такие больничие. Я, конечно, не знаю, как они дальше будут. но это то, что просто можно пережить. Я знаю, что дальше будет только хуже, если будут вообще какие-то схватки. А сейчас каменеет живот и чувствуется, как внутри какое-то распирание. Во, распирание. Вот. Прихватывает в среднем на секунд 40 и отпускает в среднем на 7 минут, 7-8 минут. Вот. Отслеживаю дальше, сказали отслеживать. Посмотрим, что это будет. Надеюсь, будут увеличиваться схватки и завтра я рожу естественным путем. Но не будем загадывать. надеюсь это схватки. Такого у меня еще не было, чтобы они всегда были периодичные. И прям каменеет живот. Обычно у меня просто тянул живот, а сейчас каменеет. И я заметила, через какое-то время, заметила, что эти тянущие боли то приходят, то уходят. То приходят, то уходят. То есть была какая-то цикличность. И я стала засекать эту периодичность схватывающей боли. и она у меня длилась 40 секунд через каждые 5-7 минут. То есть я ловила такую волну небольших схваток, где-то две схватки в 10 минут. Это было не больно, это было скорее неприятно, но не больно. Не более того, то есть я могла в этот момент еще разговаривать. Так я провела время в разговорах по телефону, чуть-чуть смотрела фильм, провела время до 7 вечера где-то. Где-то с 7 вечера у меня уже начались такие более явные, такие тянущие боли. Даже немножко так вот продыхиваю. Вот так вот. Вот так. Училась даже дыханию. И я знала, что нужно максимально на этой боли расслабляться, расслаблять свое лицо, расслаблять свое тело, прям чувствовать прилив расслабление и расслаблять и округлять свой рот. Потому что, как говорится, рот это проекция шейки матки. Не знаю, мне кажется, у меня все шло не так, как написано в книжках. Вот. И так боли начали усиливаться, усиливаться, усиливаться. И к 12 часам ночи у меня были схватки 40-50 секунд. Через 1,5-2 минуты. Но, опять же, они были не адово больничие. Они были терпимые. Их можно было продышать, их можно было протанцевать, вот так вот, как бы, да. Их можно было прожить в таком вот немножко коматозе. Я даже проваливалась в сон. То есть, мне сказали поспать. А после только не поставили эти палочки, сказали, что ночью нужно будет поспать хорошо. Но я не могла спать на схватке. Она была уже чувствительная прям конкретно. Но я проваливалась в сон вот на эти полторы-две-две с половиной минуты, которые у меня было интервалом между схватками. То есть, это были точно схватки. И я знаю тоже, опять же, по книгам, что такой интервал, это уже значит, что раскрытие идет, и уже латентная фаза прошла. По идее, да. То есть, латентная фаза у нас где-то длится, когда схватки идут с интервалом 5-4 минуты, да, и дальше уже вы входите в фазу раскрытия там от 4-5 сантиметров, и дальше уже идет раскрытие быстрее. Интервал между схваток укорачивается, схватки увеличиваются и так далее. Все было вот в такой тенденции. И я в 12 часов ночи пошла в душ. Мне очень хотелось вот именно таких родов дома начала. То есть, я вот проживаю-проживаю какое-то время схватки, когда мне уже прям не в моготу было, прям все ломило, боль моя уже начала опоясывать поясницу. То есть, у меня начала болеть и поясница, и когда болела поясница, это было прям вот начинала болеть поясница, это было уже крайне неприятные боли, и мне нужно было их продыхивать. Я звонила в этот момент иногда мужу и откладывала трубку во время схватки и продыхивала и мычала ее такой вот так вот такими звуками. И я пошла в душ 12 часов, я помыла голову, я постояла, полила себе водой на поясницу, на животик, там я прожила еще где-то 4-5 схваток, и я на самом деле прям кайфовала, было очень хорошо и приятно. И я в 12 часов ночи пошла после того, как приняла душ на пост и сказала, что у меня схватки длятся 40 секунд с интервалом 1,5-2,5 минуты. И меня отправили на пост к дежурной медсестре или кушерке, не знаю, кто она. Она меня попросила сесть на кресло и очень-очень-очень-очень-очень сильно больно посмотрела. Сказала, что нужно вытащить эти палочки. Это было неприятно. Кстати, ставить палочки тоже неприятно. А затем она проверила мое раскрытие и сказала, что да, хорошо, шейка размягчилась, стала короче, стала 1 см шейка длиной, а была 2,5 см, и стала пропускать 2 пальца. Я такая спрашиваю, в смысле 2 пальца? У меня тут схватки через каждые 1,5-2,5 минуты в смысле 2 пальца она пропускает. У меня, конечно, был шок, потому что я думала, что она там высунула эти палочки, сказала, что тут 4 см, иди-ка ты в родовую, нифига. И, в общем-то, я такая вышла оттуда и подумала, класс, и что делать? Она сказала, что сейчас я вытащила эти палочки, и тебе должно стать полегче, и ты поспи, ложись спи. я пришла в комнату свою, но мне легче не стало. Схватки также нарастали, то есть, они были такими, тоже, примерно такими же болезненными, то есть, они окутывали поясницу, это самое реально больное. Живот еще можно терпеть, что-то внизу живота тянет, а вот поясницу реально хочется прям, хочется ее куда-нибудь просто взять молоток и похреначить по этой пояснице, вот действительно настолько сильная боль, что хочется прям ее как будто разорвать, эту поясницу. Схватки были с такой же силой, длились, но интервал увеличился опять. Опять интервал был 5-7 минут, но схватка была такая вот же больнючая, как с интервалом полторы-две минуты. В 3 часа ночи мне уже было вообще некомфортно спать, а мне так и сказали, если тебе будет некомфортно спать, как бы, ты обратись на пост. И в 3 часа ночи я сказала, что мне уже вот, типа, не в моготу спать я не могу, я не могу уснуть, в общем, мне нужно что-то посмотреть, потому что мне кажется, дело идет. Я прихожу на пост, и она говорит, нет, все то же самое. Сказать, что я охренела, ничего опять не сказать, и она сказала, все, жди утро, придет на обход врач, тогда, типа, все будут решать, что делать дальше. Твое дело ждать утро. Врач должен был пойти на обход в 8-9 часов. И я иду в палату к себе и думаю, твою налево, что делать? Ну, остается только ждать и терпеть эти схватки. И, в общем-то, я также проваливаюсь в сон периодически, но это абсолютно такой чуткий и не расслабляющий сон, то есть, это неполноценный такой отдых, я абсолютно не отдохнула и дотерпела так до утра, до обхода врачей. Где-то в 8 утра ко мне пришла врач моя, и она сказала, что мне нужно подойти к смотровой и будем смотреть и решать, что делать дальше. Я ей говорю, что у меня схватки сейчас, где-то через каждые 4-5 минут уже были, и они там длятся тоже, опять же, 40-50 секунд. Она сказала, что это не могут быть схватки, это маточные сокращения из-за палочек. Сейчас мы все посмотрим на кресле. И они сказали, что у меня шейка матки стала плоская, ну, то есть, она сократилась, размягчилась идеально. Раскрытие 2 см так же. Время 5 утра я практически не спала всю ночь урывками. о, 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 о. О, 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 о. О, 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 о. кстати говоря надела чулки всю ночь снимала чулки всю ночь спала в них сняла линзы, сейчас надену, чтобы глаза немного отдохнули, сказали ждать до утра, поэтому я сняла линзы и у меня навернулись слезы на глазах, потому что я понимала, что я не отдохнула, я не поспала, у меня уже идут с пяти вечера, будем считать с семи, более интенсивно чувствительные схватки я очень сильно устала, я не знаю, почему так долго, что происходит, и мне стало прям очень некомфортно, очень как-то обидно за все это я расплакалась, сказала, что мне сложно, я больше не могу, вот у меня уже с семи вечера идут схватки, мне больно на что она мне сказала, что это не могут быть схватки, это просто вот из-за палочек ламинария, я говорю, нет, мне в 12 ночи сняли палочки, схватки продолжались и открытия никакого нет, я уже просто говорю, давайте сделаем кесарево, как вы и говорили, все, я не буду с вами перерекаться вы правы, во всем правы, давайте будем делать кесарево, потому что у меня уже не осталось никаких сил, чтобы родить ребенка и я не знаю, что делать дальше, и просто я не знаю, сколько еще это может продолжаться, да, вот эти вот схватки она сказала, что, ну, и тут так вот, такой, так организм отвечает на смягчение матки, шейки матки то есть просто смягчение, просто смягчение, то, что у всех обычно происходит безболезненно в период, да, там, в последние недели беременности я уже не знала, что делать, что меня ждет, после того, как мы поставили палочки ламинария, мне сказали, не есть, потому что я первый претендент на экстренное кесарево, и нужно пойти с утра натощак, тогда, если у меня будет кесарево я не ела еще, ко всему прочему, я не спала, то есть я действительно была уже измотана и истощена после осмотра мне сказали пойти на КТГ и посмотреть там схватки это или не схватки и на КТГ у меня, значит, было, где-то я 10 минут лежала на КТГ, и у меня было 2 схватки и КТГ показала, что это схватки то есть я им все время говорила, что у меня идут схватки я, типа, спрашиваю ее, так что это, схватки или не схватки она говорит, а, ну да, это схватки очень интересно то есть в моей карте написано, что вот с этого момента у меня идут схватки а на самом деле у меня схватки шли еще вот с предыдущего дня то есть по документам я рожала там не так много, да, там 10 часов как я рожала на самом деле, как я была в родах и после этого КТГ она сказала, да, действительно, это схватки собирай-ка ты вещи, иди-ка ты на клизму и мы тебя отправляем в родовый зал девчата, видео получилось очень долгим поэтому я разбила его на 2 части подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить вторую часть она выйдет очень скоро а также подписывайтесь на мой инстаграм и мы увидимся с вами очень скоро всех целую, всем пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»